Дорогие товарищи, добрый вечер! Сегодня у нас очередное занятие организации, это российские ученые социалистической ориентации, и оно проходит сегодня как раз в тот день, когда 100 лет назад, именно 25 октября, Приморский край и город Владивосток был окончательно освобожден от интервентов и белогвардейцев. Именно в этот день, 100 лет назад, было триумфальное шествие, закончилось оно по всей территории России, движение советской власти, которое, как известно, началось именно 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому, и закончилось через 5 лет точно ровно в этот же день, 25 октября 1922 года, только по новому стилю. Поэтому, позвольте мне поздравить вас сегодня с этим праздником, и в связи с этим подготовлен доклад, который так и называется, что поступательное движение советской власти Приморья, оно посвящено как раз 100-летию со дня освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов. До февральской революции 1917 года Приморская область входила в состав Приамурского края и в административном отношении делилась еще на Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Иманский и Хабаровские уезды, а последние делились еще на Волости. В состав Приамурского края входили Приморская, Амурская, Сахалинская и Камчатская области. Резиденция генерал-губернатора Приамурского края находилась в Хабаровске. Центром Приморской области являлся Владивосток. В особую административную единицу было выделено Уссурийское казачье войско. Царское правительство смотрело на край как на военный плацдарм в целях осуществления захватнической политики на Дальнем Востоке. И поэтому развивало лишь те отрасли народного хозяйства, которые обеспечивали и укрепляли военно-стратегическое положение России на Тихоокеанском побережье. И потому оно смотрело сквозь пальцы на то, что во многих отраслях экономики края хозяйничали иностранные капиталисты. В Приморье действовали такие крупные предприятия, как мастерские Владивостокского порта, сучанские каменноугольные копи, серебросвинцовые рудники Тетюхи, первореченские вагонно-сборочные мастерские, торговые фирмы Чурин и Кан, Кунст и Альберс и другие фабрики, заводы, фирмы. Это были места сосредотечения рабочего класса в Приморье. Характерной особенностью экономики Приморья являлась сильнейшая зависимость важнейших отраслей народного хозяйства от иностранного капитала. Русские и иностранные капиталисты грубо расхищали ценные сырьевые богатства, бессистемно вырубали леса, химическими способами добывали золото, истребляли дорогого пушного зверя, рыбу. В погоне за прибылями они жестоко эксплуатировали рабочих и крестьян. Накануне февральской революции резко обострилось классовое противоречие и создались реальные угрозы иностранного порабощения народов Дальнего Востока. Но вместе с тем Первая мировая война 1914-1917 годов ускорила развитие революции. В Приморье, как и по всей России, к концу 1916 года сложилась революционная ситуация. В июне 1916 года прибывший из Петрограда студент, член РСДРП Константин Суханов с группой рабочих организовали так называемую Владивостокскую инициативную группу марксистов. Но 27 августа охранка, оповещенная провокатором, произвела налет на конспиративное совещание группы, происходившее на сопке Орлиное гнездо, и арестовала 22 рабочих во главе с Сухановыми. Оставшиеся же на воле единицы продолжали работу среди солдат рабочих матросов. 1 марта 1917 года во Владивостоке было получено сообщение о том, что царя свергли и произошла буржуазно-демократическая революция. В стране возникло двоевластие. В Приморье буржуазия создала свои контрреволюционные органы власти, так называемые комитеты общественной безопасности, а Временное правительство направило Приморье своего посланника. 3 марта по инициативе группы социал-демократов Владивостока было создано межпартийное бюро для организации Совета рабочих и солдатских депутатов. Оно обратилось ко всем трудящимся с призывом направить своих представителей на собрание в Народный дом для избрания Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов. 17 марта был избран Владивостокский Совет, а в последующие дни Советы были созданы в Никольске-Уссирийске, на Сучане, в Спаске и в других поселениях. На данном этапе революции в Советах оказались в подавляющем большинстве меньшевики и эсеры. Это стало возможным потому, что, как указывал Ленин, цитата, гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула всех, надавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно. То есть, заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику. Конец цитаты. Таким образом, в Приморье, как и по всей стране, сложилось двоевластие. С одной стороны действовали Советы, а с другой – Комитеты общественной безопасности. Рабочие солдаты признавали своей властью лишь Совет, который опирался в своей деятельности на поддержку широких масс трудящихся солдат и матросов. Перед большевиками стояла задача систематически разоблачать контрреволюционную политику временного правительства, предательства меньшевиков и эсеров, терпеливо и настойчиво бороться за массы. Несмотря на свою малочисленность, большевики с первых дней революции перенесли организационно-политическую работу в массы. Они участвовали на всех собраниях трудящихся, воинских частей, митингах, демонстрациях, что позволило значительно быстро создать большой актив вокруг большевиков. Во главе социал-демократической организации стали опытные и стойкие большевики. Это Нейгуд, Никифоров, Губельман, Суханов, Антонов, Раев, Уткин, Кушнарев. Находясь до сентября 1917 года формально в объединенной организации с меньшевиками, большевики Владивостока вели непрерывную борьбу против оппортунизма меньшевиков и эсеров, отстаивая ленинские положения, изложенные в апрельских тезисах. Большая работа проведена большевиками по созданию профсоюзов во Владивостоке и других городах. И наиболее сплоченными организациями оказались это политически были профсоюзные вагоностроительные мастерские грузчиков, горняков, сучанов. В дни подготовки и проведения социалистической революции в крае родилась большевистская пресса. 18 апреля, то есть 1 мая 1917 года во Владивостоке вышел первый номер газеты «Красное знамя» в качестве органа Владивостокской организации РЦДРП. Статьи газеты, написанные ярким образным языком в духе революционной непримиримости к оппортунизму, меньшевизму и эсеров, звали трудящихся на борьбу с буржуазией за социалистическую революцию. Апрельские тезисы Ленина были положены в основу дальнейшей работы организации РЦДРП в Приморье. По мере углубления революции росла политическая активность трудящихся, и они живо откликались на все события, происходящие в стране. Когда во Владивостоке стало известно о расстреле июльской демонстрации в Петрограде, меньшевицко-эсеровский исполнительный совет Владивостока осудил действия, выступления, вызванные темными силами, рабочие солдаты на своих собраниях резко осудили эту соглашательскую резолюцию в Приморье меньшевиков и эсеров. Расстрел петроградских рабочих оказал большое влияние на рост политического сознания трудящихся. После получения решений 6-го съезда партии большевики усилили борьбу за захват власти, за вооружение рабочих. В этот период важное значение имела вторая конференция РСДРП Дальнего Востока, собравшаяся в сентябре 1917 года в Никольске-Уссурийске. По составу она фактически была первой Дальневосточной конференцией большевиков и способствовала идейно-организационному укреплению большевистской организации. Конференция поручила Владивостокскому комитету исполнять функции Краевого комитета партии до созыва второй конференции, объявив газету «Красное знамя» Краевым большевистским органом печати. 5-7 октября 1917 года во Владивостоке состоялась вторая Дальневосточная конференция большевиков. В состав Краевого бюро партии были избраны Нейбуд, Антонов, Никифоров, Губельман, Суханов. Вторая Краевая конференция ориентировала партийные организации на подготовку перехода власти в руки Советов. 25 октября 1917 года революционный пролетариат Петрограда при поддержке солдат и матросов сверхвременное правительство. Власть перешла в руки Совнаркома во главе с Лениным. 26 октября Дальневосточный Краевой комитет партии, находившийся во Владивостоке, заслушал доклад Нейбуда о победе вооруженного восстания и декретах Второго Всероссийского съезда Советов и постановил поддержать пролетариат Петрограда. И после этого начался процесс установления советской власти в Приморье. 18 ноября 1917 года большевики Владивостока добились переизбрания эсеровско-меньшевицкого исполкома Владивостокского совета. В новом исполкоме из 40 членов было 18 большевиков, 11 эсеров, 3 меньшевика, 8 беспартийных. Председателем исполкома был избран большевик Суханов, заместителем большевик Никифоров. 1 декабря 1917 года Владивостокский совет утвердил устав Красной гвардии, а 13 декабря был избран Центральный комитет Красной гвардии. Позже, 30 марта 1918 года, было принято решение о создании штаба Красной армии, Красной гвардии и флота. 27 декабря 1917 года в Хабаровске Третий Краевой Съезд Советов Дальнего Востока объявил об установлении власти Советов на всей территории Приморского края. А 2 января 1918 года избрал Дальневосточный Краевой Исполнительный комитет Советов. Четвертый съезд Советов Дальнего Востока 23 апреля 1918 года принял решение о национализации крупной частной собственности, а 21 мая 1918 года Дальсом Наркомб издал приказ о проведении этого решения в жизни. Советизация и национализация на Дальнем Востоке в то время проходила не в условиях открытой антисоветской вооруженной интервенции капиталистическими странами. США, Японии, Англии и Франции, так как они были заняты войной с Германией. Однако они активно готовились к интервенции на молодую Советскую Республику. После поражения Германии в Первой мировой войне США, Япония, Англия и Франция стали активно готовиться к интервенции и снабжать вооружением белогвардейские банды Семенова, Унгерна и Хорваты. Организовывать крупные отряды из офицеров, кулаков и других контрреволюционных элементов для борьбы против советской власти. В ночь с 4 на 5 апреля 1918 года войска Японии высадились во Владивостоке и днем 5 апреля был высажен и английский десант. Получив сообщение Владивостокского совета о высадке иностранных десантов, Ленин 7 апреля прислал директиву следующего содержания. Цитата. Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий. Японцы наверняка будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, им помогать будут, вероятно, все, без исключения союзники. Поэтому надо начинать готовить, готовиться без малейших промедлений и готовиться серьезно. Готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уделять правильному отходу, отступлению, увозу запасов и железнодорожных материалов. Не задавайтесь несуществующими и целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и локомотивов, готовьте минные заграждения около Иркутска или Забайкалья. «Избегайте, извещайте нас два раза в неделю точно, сколько именно локомотивов, вагонов вывезено, сколько осталось». Конец цитаты. Данная директива стала программой для деятельности партийных и советских органов по борьбе с интервенцией. Большевики Приморья развернули большую работу по организации отпора интервентам и белогвардейцам. Создавались новые отряды Красной Армии и Красной Гвардии. Одновременно с высадкой войск интервента активизировали на границах борьбы белогвардейские отряды Калмыкова и Орлова, пытаясь прорваться через Градеково-Никольск-Уссурийску. В начале июня на Градековском фронте развернулись ожесточенные бои. Дальний Восток 5 июня был объявлен на военном положении. Во Владивостоке по решению Совета вся полнота власти перешла к революционному штабу во главе с Сухановым. Однако 29 июня 1918 года находившиеся во Владивостоке бывшие военно-пленные Чехословакии и русские белогвардейцы при содействии войск Японии, Англии и других интервентов империалистических государств совершили контрреволюционный переворот. Чехословаки разгромили Владивостокский Совет, арестовали Суханова, село Досибирцево, Уткина и других руководителей Совета и заключили их концлагерь. Власть перешла к контрреволюционному СССР Меньшевицкому правительству автономной Сибири, которые возглавляли СССР Дербера, которая объявила об отмене всех декретов Совета народных комиссаров РЦФСР и постановлении Владивостокского Совета. Под натиском превосходящих сил контрреволюции отряды Красной Армии и Красногвардейцы вынуждены были оставить Владивосток и отойти на станцию Угольная, затем на станцию Надеждинская. Вскоре отошли к Никольску-Сурийску. 11 июля 1918 года красные части оставили Никольску-Сурийск и отошли к Спаску. 16 июля 1918 года, отступив от Спаска, Красные части создали опорным пунктом правый берег реки Уссури. А штабом фронта стал Шмаковский монастырь. Но и этот опорный пункт не выдержал. И 24 августа 1918 года был прорван Уссурийский фронт. В этот тяжелый момент в Хабаровске с 25 по 28 августа 1918 года работал чрезвычайный Пятый съезд Советов Дальнего Востока, который осудил интервенцию США, Японии, Англии и Франции и заявил, что Дальний Восток был и останется неразделимой частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И что мы ни одной пяди своей социалистической родины не оступим без боя. Съезд также решил прекратить борьбу на Уссурийском фронте, расформировать Красные части и перейти к партизанской борьбе. Для того, чтобы, собравшись со свежими силами, вновь ринуться на обнаглевших врагов. Советские учреждения было решено эвакуировать из Хабаровска в Амурскую область. После падения Уссурийского фронта интервенты и белогвардейцы 4 сентября захватили Хабаровск. На Дальнем Востоке начался разгул контрреволюции и интервенции. Формы борьбы изменились. Партии, новые организации создавали города, ушли в подполье. Функции органов советской власти стали осуществлять штабы партизанских отрядов. Наступил новый этап борьбы за власть Совета. В ход были пущены все силы и средства революционной борьбы. От завастовки и саботажа до создания партизанской армии и вооруженного восстания. Партизанское движение нигде так ярко и последовательно не выявилось, как в Приморье, где военные интервенции империалистических держав и скормленная и поддерживающая ими внутренняя контрреволюция были наиболее длительными и тяжелыми. Партизанское движение было рабоче-крестьянским по социальному составу. Его участники и пролетарские по своему политическому целям и методом борьбы. И потому всецело было связано с защитой нашей Родины, непосредственно подчиненная и направленная на помощь Красной Армии в разгроме внутренней контрреволюции и изгнании интерлента. К концу 1919 года основные силы Колчака на Урале и в Сибири были полностью разгромлены частями Красной Армии и партизанами. А Колчаковское правительство и сам Колчак были взяты в плен. Это изменило обстановку Приморья и на всем Дальнем Востоке в пользу Совета. В январе 1920 года приморские партизанские отряды, выполняя указания ЦК партии, повели решительное наступление на войска Колчаковского ставленника в Приморской области генерала Розанова, ставя своей целью на окончательный разгром и изгнание из Владивостока. Под ударами партизан белогвардейцы, несмотря на их прикрытые японскими силами, оставляли позицию за позицией. Многие солдаты переходили на сторону партизан. 26 января 1920 года партизанские отряды заняли Никольску-Сурильск. Фронт приближался к Владивостоку. Учитывая то обстоятельство, что в городе Владивостоке находились войска интервентов, и потому уличные бои партизан с городскими белогвардейскими гарнизонами являлось крайне нежелательным, намечено было ликвидировать власть генерала Розанова силами восставших. И 31 января 1920 года восставшие рабочие, отдельные подразделения гарнизона Владивостока и партизанские отряды свергли контрреволюционную власть генерала Розанова. Но установить власть Совета в Приморье в тот момент нельзя было, так как имелись крупные силы интервентов. Поэтому обком РКПБ решил создать коалиционное областное правительство. В него от большевиков вошли Лозо, Никифоров, Луцкий, Всеволодсибирцев, Уткин и другие. После разгрома первого и второго походов Антанты против молодой Советской Республики международное положение РСФСР изменилось. Советское правительство настойчиво добивалось вывода войск интервентов с Дальнего Востока и установление мирных отношений с капиталистическими государствами. Так, например, 24 февраля 2020 года Совет народных комиссаров РСФСР предложил Японии начать мирные переговоры о выводе японских войск с Советского Дальнего Востока. Ответа не последовало. 5 марта 2020 года с мирными предложениями к японскому правительству в Владивостоке обратилось Приморское областное правительство. Однако Япония не отвечала на мирные ноты. Она готовилась одновременно с Польшей и Врангелем совместный удар в спину Советскому Государству и потому использовала любой предлог для оставления своих войск на Дальнем Востоке. К весне 1920 года обстановка для Советской Республики сложилась так, что воевать одновременно с Польшей и белогвардейцами Влад Врангеля на Западе и Японией на Востоке Красная Армия не могла. Поэтому ЦК РКПБ решил временно отказаться от Советизации Дальнего Востока и создать буферное государство в форме Дальневосточной Республики, в которое политическое руководство должно быть осуществляться Дальбюро ЦК РКПБ. Образование ДВР должно было предотвратить войну с Японией и сохранить нынешний край для Советской России. Открывшийся 23 марта 2020 года в Верхнеудинске, ныне Улан-Удэ, съезд трудящихся при Байкалье сформировал областное правительство Прибалкальска, в состав которого, кроме коммунистов, вошли представители профсоюзов, земства, организации меньшевиков и эсеров. 6 апреля 2020 года Учредительное собрание трудящихся при Байкалье приняло декларацию об образовании Дальневосточной Республики в составе областей, таких как Забайкальский, Амурский, Приморской, Сахалинской, Камчатской и полосы отчуждения КВЖД. Республика объявлялась демократической, возглавляемая временными коалиционными правительствами. В обращении к США, Великобритании, Японии, Китаю, Франции, Италии и РЦФЦР Учредительное собрание резко осудило интервенцию, потребовало вывода иностранных войск с территории ДВР и заявило о желании установить добрососедские отношения со всеми странами. Но единой республики еще пока там не было, ее предстояло только строй. Стремясь ликвидировать вооруженные силы Приморского правительства и укрепить свои позиции в крае, японское командование осуществило вероломное нападение на советские части в ночь с 4 на 5 апреля 2020 года. Во Владивостоке, Никольске-Уссурийске, Хабаровске, Шкотово, Спаске, Раздольном, Ольге, Посете и других городах и селах Приморской области. Японцы арестовали многих видных руководителей трудящихся в Приморье, в том числе членов военного совета ЛАЗО, Лудского, Всеволодосибирцева. Представленные затем, переданные затем в руки белогвардейцев, они были заживо сожжены в топке паровоза в мае 1920 года на станции Муравьева-Амурского. Ныне это станция ЛАЗО. После вероломного нападения 4-5 апреля Приморская партийная организация перешла на военное положение. Военный отдел Ревштаба должен был формировать партизанские отряды, поддерживать связь между районами и центральными партиями, вести разведку, создавать боевые дружины и так далее. Одним словом, готовиться к борьбе с империалистическими силами. Так, обстановку, которая создалась в то время на Дальнем Востоке, Ленин изложил в декабре 1920 году на фракции РКПБ Всероссийского съезда Советов. Цитата. Обстоятельства принудили к созданию буферного государства в виде Дальневосточной республики, поскольку мы прекрасно знаем, какие наивернерзные бедственные теракты терпели сибирские крестьяне от японских милитаризмов, какое неслыханное количество звезд проделывали японцы в Сибири. Но, тем не менее, вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись и без нее. Конец цитаты. 11 мая 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР специальной нотой на имя министра иностранных дел ДВР признал Дальневосточную республику. В ответ на японское выступление 4-5 апреля 1920 года в Приморье развернулось мощное партизанское движение. Перед ним стояла задача, как можно больше наносить урон военным коммуникациям японской армии, но при этом не пытаться входить в непосредственную войну с ними. Партизанское движение было настолько мощным, что летом 1920 года японцы вынуждены были приступить к эвакуации своих войск из Забайкалья, чтобы укрепиться в Приморье. 25 июля они эвакуировались из Читы, 5 августа из Средтенска, а к середине октября очистили все Забайкалье. Эвакуация японских войск изменила соотношение сил Забайкалья. Народно-революционные силы Забайкалья, народно-революционная армия ДВР разгромила Семеновцев и Каппелевских войска, остатки которых сбежали в Манчжурию. Разгромом Семеновских войск позволило правительству ДВР из Верхнеудинска переехать в Читу и приступить к созданию органов власти на освобожденной территории всего Забайкалья. В декабре 2020 года по указанию Дальбюро ЦК РКПБ большевики Приморья добились в Народном собрании области отставки правительства меньшевика Бенасика и сформирования приморского правительства во главе с коммунистом Антоновым, которое просуществовало до Меркуловского переворота в мае 1921 года. 12 декабря 2020 года Приморская земская управа сложила себя функцией контрреволюционной власти на Дальнем Востоке и признала правительство ДВР. 26 апреля 2021 года учредительное собрание ДВР сформировало центральное правительство власти, это Президиум Республики и Совет Министра ДВР. Последний возглавил большевик Никифоров. Представителем ДВР в Москве был Кушнарев, который систематически информировал Совет Народных комиссаров, который РСФСР о положении дел на Дальнем Востоке. 26 мая 1921 года во Владивостоке офицерство, буржуазия, монархисты, соглашатели при активной помощи японцев осуществили контрреволюционный переворот. Правительство Антонова было свергнуто. Японцы разоружили народную милицию, разогнали рабочие организации и передали власть марионеточному правительству в составе братьев Меркуловых. Эти правители обнародовали декларацию, которой восхваляли японскую интервенцию. Правительство Меркуловых открыто торговало богатствами края, государственным имуществом, передало в аренду Японии Уссурийскую железную дорогу и т.д. В августе 1921 года в Дайрине открылась конференция представителей ДВР и Японии. Делегация ДВР требовала вывода японских войск с территории и приглашения на конференцию представителей РСФСР. Однако японцы всячески затягивали переговоры и тайно готовили нападение белогвардейских войск на Народно-революционные армии. Остатки белогвардейских, семеновских, капелевских и других войск при поддержке интервентов в конце 1921 года перешли в наступление по линии Уссурийской железной дороги и 22 декабря заняли Хабаровск. 28 декабря заняли Волочаевку. Но под станцией ИН получили отпор и прекратили дальнейшие наступления. В связи со сложившейся ситуацией, Дальбюро ЦК РКПБ, Совет Министров ДВР и Военный Совет Народной Революционной Армии, развернули огромную партийно-политическую и военную работу в частях армии в партизанских отрядах среди населения Дальнего Востока с целью мобилизации сил для разгрома белогвардейских войск и очищения Приморья от интервентов. Партизанские отряды Приморья получили приказ активизировать свою деятельность в тылу белых войск, особенно на линии Уссурийской железной дороги. В результате принятых мер укрепилась революционная часть, что позволило Хабаровскому фронту перейти в решительное наступление. В начале февраля 22 года Народная Революционная Армия ДВР под командованием Блюхера приступила к штурму укреплений Волочаевского плацдарма, сооруженного при помощи средств и боевой техники интервентов. 12 февраля героические революционные власти штурмом овладели Волочаевской и продолжили после этого преследование врагов. 14 февраля белые были выбиты из Хабаровска, в результате чего путь на юг по Уссурийску был открыт. 21 марта 22 года Народно-революционная Армия заняла станцию Уссури, оставался последний оплот белых и белогвардейцев, это Южное Приморье. Задача состояла в том, чтобы разгромить белое движение и заставить интервентов уйти из края. Однако в начале апреля 22 года на подступах к Спаску японцы открыли огонь по частям Народно-революционной армии, заявив парламентёрам, что они не допустят нашей части в Спаску. Под прикрытием японцев белогвардейцы укрылись в Спаске и стали спешно укрепляться на Спасских высотах. Однако для пребывания в Приморье интервентов белогвардейцев время уже были сочтены, так как героические победы Народно-революционной армии и партизанских отрядов отрицательно влияли на дисциплину во вражеских войсках. И они быстро разлагались, охваченные паникой. В стане врагов начался разброд и шатание. Но враг ещё не был окончательно добит. Ещё цеплялся за города и железнодорожные станции Южного Приморья. Летом 1922 года Владивостокская буржуазия, обанкротившиеся дельцы и всякий контрреволюционный сброд созвали монархический земской собор и провозгласили Преамурье, Преамурском крае монархию. На пост блюстителя престола был избран выживший из ума старик колчаковский генерал Гитерикс. Остатки Капелевцев и Семёновцев, объединившись в земскую рать, двинулись под охраной японских войск из Владивостока на Москву. Но дальше Спаска пройти не смогли. Эти войска пополнили Спасский гарнизон белых. 6 октября 1922 года Народно-революционная армия и партизаны начали штурм Спасских укреплений, продолжавшийся три дня и три ночи. 9 октября Спаск был взят. После разгрома основных сил белогвардейцев под Спаском Народно-революционная армия стремительно двинулась к Владивостоку. 20 октября 1922 года передовые части Народно-революционной армии заняли станцию угольную. 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии ДВР под командованием Уборевича вошли во Владивосток. Власть в области перешла к Народно-революционному комитету. Именно в этот день, именно на Тихом океане Народно-революционная армия закончила свой боевой поход. С того времени, день 25 октября считается днем освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов. На следующий же день, после освобождения Владивостока и всего Приморья от интервентов и белогвардейцев, Ленин направил телеграмму трудящимся ДВР следующего содержания. Чита. Председателю Совета Министров ДВР. К пятилетию победоносной Октябрьской революции Красная армия сделала еще один решительный шаг к полному очищению территории РСФСР и союзных к ней республик от войск интервентов и оккупантов. Занятие Народно-революционной армии ДВР Владивостока объединяет с трудящимися массами России русских граждан, перенесших тяжелую иго японского империализма. Приветствую с этой новой победой всех трудящихся России и героическую Красную армию, прошу правительство ДВР передать всем рабочим и крестьянам освобожденных областей и города Владивостока Привет Совета Народных Комиссаров РСФСР, председатель Совнаркома РСФСР Ульянов Ленин, Москва, 26 октября. Через три недели, 15 ноября 2022 года, Президиум ЦИК РСФСР по просьбе Народного Собрания постановил включить ДВР в состав РСФСР и установить советскую власть. И в заключение приведу слова Ленина, которые он произнес 20 ноября 2022 года, выступая на пленуме Моссовета. Цитата. Вы знаете прекрасно, сколько жертв принесено при достижении того, что отдельно сделано. Вы знаете, как долго тянулась гражданская война и сколько сил она взяла. И вот взятие Владивостока показало нам, ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашинский, показало нам всем всеобщее стремление к нам, к нашим, к нашим стремлениям, к нашим завоеваниям. И здесь, и там теперь РСФСР. Это стремление избавило нас и от врагов гражданских, и от врагов внешних, которые наступали на нас. На этом все. Доклад закончился. Спасибо. У вас уже есть первый вопрос из чата, из интернета. Люди спрашивают о причинах, почему с 1920 года народно-революционная армия так стремительно начала наступление. Подступление? Наступление. Именно в 1920 году началось. Ну, в 1920 году, потому что там силы японские, которые были захвачены до Сибири, до Читы, там эти все горки были, они сдерживали натиск в то время. Были силы еще и самого Колчака. То есть там вот эти объединенные силы, и Колчак, и Чехословакия, и вот японцы вот эти все, они, конечно, это была очень большая сила, которая сдерживала наступление до 1920 года. Но в 1920 году, когда партизаны все-таки разгромили Колчака и Красной Армии тоже взяли его в плен, вот японцы здесь, партизаны в Приморском крае, они не давали спокойно жить японцам, потому что здесь они, как говорится, взрывали и дороги, взрывали железную дорогу. То есть японцы поняли, что они могут себя отсечь вот этим Приморским краем от тех японцев, которые были именно в Сибири. И поэтому японцы, когда ушли, именно они просто вынуждены были идти и укрепляться в Приморском крае. Вот в связи с этим, когда они все ушли, то партизаны и вот и народная революционная армия, она уже могла более быстро, решительно наступать именно после 1920 года. Так как силы были уже на стороне в основном революционной и народной армии. Есть еще вопросы, товарищи? Ну, только у нас есть такое поселение, там же Недовиков, в честь партизана Анисимова, который активно действовал там же. И во всех тех городах Приморского края есть свои маленькие клинические музеи, очень хорошие, где как раз вся эта история партизанского движения, освобождения, преступления интервентов, все это дело запечатлено, можно посмотреть. Ну, это, конечно, так. Ну, и я бы хотел еще сказать, что иногда действительно вот Приморье очень интенсивно выступали партизанские отряды. И вот слово партизан, это действительно у нас как светоч в гражданской той войне было. Вот и хотел бы сказать такое, что тоже пример. Вот была станция партизан, прямо специально под Уссурийском, где действительно вели большие войны, и там борьбу, в смысле сражения. Был партизан. Ну, и под находкой там есть город Партизанск. Вроде вот такая картина. Партизан, который на железной дороге был, и Партизанск, который совсем в другой стороне. И когда с запада направляли грузы поездами, то иногда не дописывали вот там окончание. Ну, вот партизан, ну и все там как-то не читали или что. И грузы оставляли их на партизан. Там нет промышленных предприятий никаких. А груз вот доставлялся. Ну, пришлось переменить. И вместо вот партизана назвали теперь Баневурова. Ну, как известно, тоже герой гражданской войны, который под Уссурийском там очень сильно воевал. Так что и такое можно сделать. А переименование, ну, естественно, мы должны, как говорится, своих людей помнить. Героев наших, которые освобождали Дальний Восток, Приморье от интервентов белогвардейцев. Но которую, можно сказать, мы так легко отдали 3-4 октября 1993 года. Советской власти не стало.